Здравствуйте, уважаемые зрители! Знаете, я очень люблю свою страну. Считаю ее самой лучшей в мире. У нас огромная территория, девятое место в мире. Также на девятом месте мы и по запасам нефти, и по производству зерна и муки мы входим в мировую пятерку. В недрах нашей земли есть практически вся таблица Менделеева. Все, что хочешь, и нефть, и газ, металл, и золото, да всего и не перечислишь. Причем все эти природные ресурсы у нас имеются в огромном количестве. Все, что я перечислил, конечно же, повод для гордостей. Но, к сожалению, на этом наши поводы заканчиваются. Ну, скажите, чем еще мы можем гордиться? В современном мире гордятся развитой экономикой, стабильной и сильной валютой, мощным промышленным производством. Что из этого у нас есть? Вот скажите мне, с чем ассоциируют Казахстан за границей? Кто-то скажет Геннадий Головкин, кто-то скажет Димаш. Пожалуй, и все. Расскажу пример из собственной жизни. Несколько лет назад я поехал по делам в Москву и встретил там одного шведа. Мы разговорились, и он у меня спрашивает, а что вы производите? Какие известные марки одежды, автомобили или бытовой техники у вас есть? Тут во мне проснулись далекие еврейские корни, и я задал встречный вопрос. А у вас? Эх, лучше бы я этого не спрашивал. Автомобили Volvo и Saab, знаменитые упаковки Tetra Pak, бытовая техника Electrolux, телефонные модемы Ericsson, одежда H&M, косметика Ariflame, мебель Ikea, и... Тут я не выдержал и остановил его. Швед посмотрел на меня, мол, что ты скажешь? Тут моя голова начала работать как компьютер, и... Не выдержав такого давления, я выпалил. А зато у нас есть космодром, откуда космические корабли взлетают, бороздя просторы нашей вселенной. Вы бы видели лицо этого подданного шведского короля. Нет, он, конечно же, сначала культурно проволчал, потом ухмыльнулся и отошел в сторону. Наверное, впечатлен моим ответом, подумал я. Ведь согласитесь, наличие космодрома – это весомый аргумент в подобных спорах. В мире всего несколько стран, откуда могут взлетать ракеты, и мы входим в этот избранный список. Есть повод для гордости? Ну а если серьезно, какие еще есть поводы для нашей радости? На ум больше ничего не приходит. Зато почти ежедневно приходит информация о различных рейтингах, составленных международными компаниями, в которых наша страна занимает далеко не радужные позиции. Так, в рейтинге роста минимальных зарплат Казахстан на последнем месте в мире. Удивительно, не правда ли? Вроде бы мы богатая страна, у нас столько много разных ресурсов в земле, а наши заработные платы растут хуже всех в мире. Вот недавно бывший министр труда и соцзащиты населения Тамара Дюсенова тоже признала, что у нашего населения слишком низкие доходы. Поехали дальше. В рейтинге социального прогресса Казахстан занял 69 место. При этом нас обогнали все наши соседи. В этом рейтинге много разных аспектов. Это благополучие человека, его потребности, социальное развитие и так далее. Все не буду перечислять, само место говорит за себя. Что еще? Ах да, в рейтинге лучших стран для воспитания детей, внимание, Казахстан опять занял последнее место. Этот рейтинг учитывает такие позиции, как забота о правах человека, уважение к семье, среда для достижения гендерного равенства, уровень счастья, равенство доходов, уровень безопасности, развитость государственного образования и системы здравоохранения. И соединив все эти показатели, мы оказались на последнем месте в мире. Нет, конечно же, оптимисты скажут, мол, не все так плохо, мы все равно первые, просто с конца. Да уж, это было бы и вправду смешно, как бы не было так грустно. Я уже говорил как-то, что по финансовой системе мы находимся на 104 месте в мире, а по надежности банков на 121 месте, по качеству дорог на 115, а по защите окружающей среды аж на 126. Заметьте, во всех этих вышеперечисленных рейтингах в первую пятерку входит все та же Швеция. Да и не только в этих. Возьмите любой мировой рейтинг, и вы увидите, что эта страна все время в лидерах. И не пойму, как ей это удается? Занимая маленькую территорию на севере Европы, имея небольшое население, практически не имея никаких природных ресурсов, эта страна одна из лучших в мире, если не самая лучшая. Будучи конституционной монархией, там правит король Карл XVI и Густав, шведы смогли построить у себя мощное социальное государство, где потребности и заботы простого человека на первом месте. Есть даже специальная экономическая система под названием социализм по-шведски. Ну а что же мы? Остается только успокаивать себя, что мы еще молодые, и у нас все впереди. Ведь той же Швеции уже 500 лет. Конечно же, они за это время смогли построить у себя социальное государство. А нам всего лишь 29. Вот будет нам 500, тогда и мы будем жить как шведы. Остается только дожить до тех счастливых лет. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова